добрый день с вами филипп березин и новости зарубежной недвижимости от приан этот выпуск будет целиком посвящен вестям из европы поговорим о тех странах где сегодня покупают россияне узнаем как они это делают а также как эти сделки связаны с получением например вида наживиста несмотря на серьезные и все усиливающиеся ограничения россиян многих во всяком случае в европу тянет конечно совершить покупку в старом свете сейчас трудно да и если хочется например дачу на море пользоваться своей недвижимостью в моменте практически невозможно ну или во всяком случае трудно поэтому можно уверенно говорить главная цель таких покупок это получение как раз иммиграционного статуса ведь смотрите какие страны сейчас у россиян популярны на днях эксперты нф групп выделили венгрию и кипр да это данные на основе статистики всего-навсего одной компании но обе эти страны безусловно интересны именно потому что прямо сейчас позволяют решить иммиграционный вопрос кипр за счет действующей программы pmg венгрия благодаря закону о получении внж по обстоятельствам особого значения а имя может быть признана покупка недвижимости чаще всего в будапеште по статистике приан венгрия с начала сентября поднялась в начало второй десятки по спросу так высоко она никогда не было кипр стабильно в конце первой лидер же рейтинга по-прежнему турция уаэ таиланд из европейских стран черногория и грузия все направления в том числе и миграционные но и старая европа не забыто испания и италия в топ-10 греция одиннадцатая впрочем как выясняется и другие страны бывшие в лидерах покупателям из россии все равно интересны самый яркий даже парадоксальный пример лично для меня это финляндия казалось бы и близость территориальная уже совсем не аргумент и границы закрыты вообще последние 10 дней оттуда приходят даже не новости о сводке но и в сумме граждане россии по-прежнему покупают 119 сделок с начала года это совсем не ерунда больше всего в има 3 19 7 в ковале по 4 в саванлинии микеле 3 в кодке название вызывают ностальгию а вообще больше 60 населенных пунктов в списке где отметились покупатели с российскими паспортами правда я полагаю покупают финляндии сейчас те россияне кто имеет не один паспорт во всяком случае сделки про которые знаю я лично именно такие конечно финские показатели не идут ни в какое сравнение с данными скажем по испании там за полгода россияне приобрели 2137 объектов покупают или те у кого уже есть внж или те кто рассчитывает его получить причем не обязательно через золотую визу у нас отличная статистика по резиденциям по финансовой независимости так как сейчас средний чек на сделки упал то есть люди покупают в основном в бюджете 250-350 тысяч и до 500 мы не дотягиваем чаще всего мы подаемся на вид на жительство по финансовой независимости на резиденции по финансовой независимости мы подаемся здесь в россии в консульстве в районе четырех месяцев консульство рассматривает ваши документы выносит положительное решение и вклеивает вам визу тип д с этой визы вы летаете на территории испании прописываетесь даете отпечатки пальцев через 40 дней вы получаете карточку президента напомню что финансово независимое лицо должно подтвердить пассивный доход 2400 евро в месяц на заявителей по 600 евро в месяц на каждого члена семьи то есть для основного инвестора это чуть меньше 30 тысяч евро для любого члена его семьи чуть более 7000 евро но уже за год главное же требование чтобы продлить такой внж который изначально дается на год надо находиться в испании не менее 183 дней благодаря резиденции решается вопрос и с банковским счетом впрочем в испании активны и покупатели инвесторы но об этом мы поговорим в следующих выпусках по германии недвижимость которой дешевеет недавно мы говорили об этом подробно статистики сделок у нас к сожалению нет можно утверждать только что она скромнее испанской самый любопытный вариант оплата недвижимости внутри россии когда и продавец и покупатель имеют счета в российских банках то есть договор купли-продажи оформляется нотариусом в германии а платеж за ее пределами это абсолютно законная схема прежде всего немецкого лотариуса интересует вопрос перевода денег между покупателем продавцом средства должны перечисляться по безналичному расчету и это единственное что с точки зрения немецкого законодательства является важным моментом после того как покупатель переводит сумму сделки продавцу продавец высылает выписку со своего счета о том что деньги зашли и этот документ вместе с магой о том что продавец не имеют финансовых претензий покупателя является подтверждением и завершением сделки в немецком договоре сумма купли-продажи естественно фиксируется в евро между российскими банками перевод очевидно будет в рублях поэтому возникает вопрос как должны соотноситься между собой эти суммы и будет ли это соответствие проверять немецкая сторона германии к сожалению невозможно продать недвижимость условно говоря за 1 евро налоговая всегда исходит из некой рыночной стоимости объекта на сегодняшний день в сегодняшних реалиях с учетом просадки рынка рыночная стоимость не настолько фиксирована насколько она была раньше в принципе у покупателя и продавца есть некий небольшой лак которым они могут поиграться с ценой но я бы сказал что он не больше 15-20 процентов и так оплата в рублях должна примерно соответствовать сумме которая указана в договоре в евро при этом нотариусы не проверяют курсы с точностью до копейки дополнительно вопросы эксперту по германии вы можете задать лично контакты указаны в описании к нашему ролику и пара слов о греции еще одна страна в российском европейском топе рост цен на недвижимость более десяти процентов цены все еще уступают максимумом 10-15 летней давности программа золотая виза для россиян и белорусов закрыта но она открыта для граждан других стран имеющих например два паспорта соответственно в греции внж россияне получают обычно в два этапа сначала решая вопрос второго гражданства ну а я хочу представить вам наш проект это очередная серия фильма снятого при он осенью двадцать третьего года на острове корфу небольшой фрагмент вы видите на наших экранах мы работали вместе с компанией рула рула real state мы рассказываем об этом удивительном уголке греции на самом западе страны наша очередная серия о недвижимости о строительстве но больше всего об атмосфере корфу смотрите ссылка в комментариях и будем рады вашим отзывам но я на этом прощаюсь 24 25 ноября мы встречаемся в москве на выставке empires в экспо-центре на красной пресне там будут проходить и семинары прян но если у вас есть какие-то личные вопросы пишите мне на почту которая указана на экране всем мира и безопасности